МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но вот кто скажет, где взять деньги? Внеси залог, получи вольную. Сколько заплатили за свободу кривоозерские полицейские, подозреваемые в убийстве человека? Кулачное право. Из-за чего распустили руки депутаты Ривненского облсовета? Жертвы легких денег. В Черновцах и Полтаве погорели на взятках высокие чины в погонах. Пороховая бочка. Возле столицы обнаружили подпольный арсенал боевой техники и оружия. Свести концы с концами. Министры передали проект госбюджета обратно в парламент. А сами сегодня пытались объяснить депутатам, как будут выполнять взятые на себя обязательства. Главный вопрос. Где найти деньги на повышение минимальной зарплаты? Ведь достаться от кабминовских щедрот должно многим. Слушала министров Верховной Раде и Ольга Рыцарь. Отшлифованный после депутатских пожеланий проект бюджета вчера поздно вечером Кабмин передал в парламент. А сегодня под куполом сами министры практически в полном составе. Кроме одного. Главного прогульщика Арсена Авакова нет. Из 15 отчетов правительства за год министр внутренних дел удостоил депутатов своим присутствием всего три раза. Но он сегодня не главный герой. Всех нардепов интересует двукратное повышение минимальной зарплаты в следующем году. И главное, где взять на это деньги. Этот шаг отбудется за счет справедливой оценки работы украинских работников. За счет детонизации. Решение о подвышении зарплаты до 3200 гривен абсолютно сбалансировано. И не потребует никаких верстатов, друкования грошей. И не приведет до любого непланового развития инфляции в нашей стране. Учителям со стажем в правительстве обещают сходу 5266 гривен. Заработная плата учителя в высшей категории становится от 5266 гривен до 6841 гривен. Учителя без категории от 3960 до 4853 гривен. То есть заработная плата будет высшая в полтора, в два раза. А вот оклады судей, прокуроров, сотрудников НАБУ и счетной палаты больше не будут привязаны к минималке. Для экономии денег правительство предлагает их сделать автономными. Самый такой подход к минимальной заработной платы используется в международных нормах. На сегодня, например, в нашей стране посадовый оклад судей местного суда, который установлен и привязан к минимальной заработной платы, становится 10 минимальных заработных плат. В связи с подвышением минимальной заработной платы с 1 сентября автоматически оклад судей, если мы не отмешиваемся, увеличится на 16 тысяч гривен. На волне такой бюджетной щедрости просить у премьера денег приехали и медики из Львовского перинатального центра. Львовский центр был первый на постсадянском просторе. Сегодня сотни людей не имеют работы. До 100 гривен в 2017 году 111 миллионов. Я думаю, что в рамках 107 миллионов гривен мы можем найти ресурс для того, чтобы завершить в 2017 году створение перинатального центра. Где взять деньги на все хотелки, думают и депутаты. Вот, к примеру, уже сегодня видят дополнительные источники дохода. За рахунок сегодня, что прекратилась контрабанда, не прекратилась, но прекратятся контрабандные процессы на митнице. При плане 17 миллиардов гривен дохода из митнице мы получили около 20 миллиардов. Поднятение минимальной заработной платы – это важно. Еще можно больше поднять. Надо также поднимать минимальные пенсии, потому что про пенсии никакого слова в проекте бюджета не было. И, насколько я знаю, сегодня нет. А второе питание, что поднятение минимальных зарплат должно быть, с нашей точки зрения, и наша позиция, и наши пропозиции, сопроводившись с уменьшением податкового навантажения на малый и средний бизнес, который будут все поднятения практически выполнять. Тем не менее, большинство нардепов в качестве главной сметы страны засомневались. Самопомощи, к примеру, тоже требуют повысить и минимальную пенсию хотя бы до 1480 гривен и предлагают свои рецепты наполнения бюджета. Недостатньо сделано для того, чтобы с митницей потрапили в бюджет грошей. Мы считаем, что в Украине строится полицейская государство, и витрати на Генеральную прокуратуру, на полицию ризко увеличились. Мы видим около 5 миллиардов гривен, которые могут вернуться в бюджет снова. С одного боку, минимальная заработная плата поднимается, но к ней не сравнивается ни первый тарифный разряд, ни минимальная пенсия, которая поднимается только на 10%. Единственный, кто от этого выиграет, это фактически весь чиновничий аппарат. От этого выиграют все силовые структуры, и новые, и старые, у которых приревняна заработная плата до минимальной заработной платы. В то, что в проекте бюджета на следующий год пока нет ресурсов для повышения минималок, Народный фронт верит неохотно. Обновленный текст документа депутаты еще не видели. В профильный комитет проект бюджета тоже пока не поступил. Но в Кабмине уже надеются на принятие закона в целом до декабря. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. О бюджете и росте минимальной зарплаты говорил премьер и на встрече с миссией Международного валютного фонда. Владимир Гройсман проинформировал МВФ о результатах работы Кабмина. Следующие шаги. Земельная и пенсионная реформы, а также проведение масштабной приватизации отметил премьер. В свою очередь руководитель миссии Рон Ван Руден поздравил Украину с недавним позитивным решением МВФ о предоставлении третьего транша в размере миллиарда долларов. Мы считаем это хорошее и многообещающее начало работы вашего правительства. Мы также наблюдали успешный запуск электронного декларирования. Это существенный шаг вперед в плане борьбы с коррупцией. Я напомню, что миссия МВФ проработает в целом в Киеве две недели. От ее выводов зависит, получит ли Украина четвертый транш. Это 1 миллиард 300 миллионов долларов. Тем временем фонд на днях опубликовал отчет об экономической ситуации по регионам Европы. Согласно документу, свыше 50% экономики Украины находится в тени. Хуже ситуация только в Молдове. При этом, по данным МВФ, Киев имеет критический уровень долговой нагрузки. 141% ВВП. Что касается прогноза фонда относительно роста волового внутреннего продукта, то он остался прежним 2,5% в следующем году. Представление генпрокуратуры на привлечение нардепа Вадима Новинского к уголовной ответственности уже в Верховной Раде. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Порубий на своей странице в Фейсбуке. И отметил, документ уже перенаправил на рассмотрение регламентного комитета. Напомню, вчера там же в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко опубликовал фотокопию представления о Верховную Раду. Как следует из документа, Новинского подозревают в незаконном лишении свободы архиепископа Дробинка в 2013 году. Вот как это прокомментировал сам Новинский. Это дело политически мотивированное. Полностью сфабрикованное. И основывается на свидетельствах одного человека. Я не боюсь того, что будет снята неприкосновенность. Я знаю точно, что я жил по совести и по закону Украины. У меня была запланирована поездка на Афон. Там сейчас находится блаженнейший митрополит Ануфрий. Возвращаюсь оттуда, скорее всего, в понедельник в Украину. А вот вернется ли на родину экс-глава высшего хоссуда Виктор Татьков, подозреваемый в незаконном распределении дел, еще неизвестно. Сейчас он якобы на лечении за границей. Об этом сообщают украинские новыны со ссылкой на источник в генпрокуратуре. В связи с этим ГПУ не обращалась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Напомню, 18 октября прокуратура сообщила Татькову и его заму Артуру Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Емельянову уже избрали меру пресечения арест или залог в полтора миллиона гривен. Полицейских из Кривого озера, которых взяли под стражу после убийства местного жителя Александра Цукермана, отпустили домой. Двое из троих задержанных воспользовались своим правом выйти под залог в 120 тысяч гривен. Вначале их задержали без права залога, но несколько дней, недель назад, Николаевский суд внезапно смягчил меру пресечения. Подробности узнаем у Кирилла Ющишина. Кривозерские полицейские, которых подозревают в убийстве, вышли из СИЗО еще 24 октября. Но прокуратура об этом прессе не сообщила. Информация в СМИ попала случайно. Вот уже 10 дней Николай Хоменко и Александр Причипойда на свободе. Они внесли залог по 120 тысяч гривен каждый. В день убийства прокуратура задержала шестерых полицейских. После допроса сразу отпустили троих. Хоменко Причипойду и водителя Ляхвицкого поместили в СИЗО. Спустя два месяца после трагедии в Кривом озере под стражей остался один полицейский. Денис Ляхвицкий. Водитель опергруппы, которая в ту злосчастную ночь выехала на вызов к дому Цукерманов. Напомню, полицейских вызвали, чтобы успокоить нетрезвого мужчину. Но те надели на Александра Цукермана наручники, зверски его избили, а потом застрелили. На курок нажал, по мнению следствия, водитель опергруппы Денис Ляхвицкий. Пистолет, кстати, так и не нашли. В первую ночь после событий жители Кривого озера едва не устроили самосуд, а потом погром в местном отделении полиции. Стоп! 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 Дупнился! Стоп! Как сейчас отреагируют жители Кривого озера на сообщение о том, что практически все задержанные полицейские на свободе, неизвестно. Расследование убийства Александра Цукермана может затянуться еще на несколько месяцев. Говорят, в прокуратуре ждут результатов экспертиз. Их предстоит еще больше десятка. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности в телеканал Интер Николаев. Падки на взятки. В Черновцах сразу несколько высокопоставленных полицейских попались на незаконном получении денег. Сколько требовали и за решение каких вопросов, знает Галина Якушко. 11 тысяч долларов. Именно в такую сумму оценили свои услуги двое сотрудников полиции и их адвокат. За эти деньги обещали подчиненному решить с военным прокурором вопрос закрытия дела взятки. И сами же на ней погорели. Тысяча долларов предназначалось для адвоката за его посередницкие послуги. По 2,5 тысячи долларов отримали начальник управления внутренней безопасности в Черневецкой области, его заступник. А 5 тысяч долларов они принесли військовому прокурору Черневецкого гарнизона. Давать взятку начальник внутренней безопасности полиции Василий Соник пришел к прокурору лично. Но в кабинете его уже ждали СБУшники. Его зама Олексюка задержали в личном кабинете. А вот их поддельнику адвокату удалось улезнуть. Где он, неизвестно. Сейчас оба подчиненных находятся в СИЗО. Завтра они соберут меры пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. Адвокат зам начальника внутренней безопасности полиции уверит. Его клиента подставили. Подставили или нет, должен теперь разобраться суд. А вот в полиции долго думать не стали. В правоохранительных органах Олексюк и Соник проработали не один год. Полгода назад получили повышение. Успешно прошли переаттестацию. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы. Галина Якушко, Ольга Поломарюк, Юрий Голубинка, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. СБУ чистит свои ряды. В Полтавской области на взятке поймали старшего оперуполномоченного службы безопасности. Вымогал 170 тысяч гривен у местного предпринимателя, который попался на организации незаконного игорного бизнеса. За это обещал вернуть ему изъятое во время обысков имущество. А также предложил в дальнейшем крышевать игорные салоны за ежемесячное вознаграждение. Задержанному грозит от 8 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Но ряды военных, похоже, подчистили судьи. Семен Семенченко больше не офицер. Об этом со ссылкой на источники в столичном апелляционном админсуде сообщило издание «Украинская правда». Суд признал законным приказ бывшего ИО-командующего Нацгвардии Николая Балана. Тот еще в январе лишил нардепа из самопомощи воинского звания майор резерва. Произошло это после того, как в военной прокуратуре заявили, что в августе 2014 года Семенченко приняли на службу по поддельным документам. В частности, он предъявил руководителю воинской части 3027 фиктивное временное удостоверение офицера запаса. Позже нардеп оспорил приказ о лишении звания в окружном админсуде Киева, но сегодня другой суд признал это решение все-таки законным. Как заработать на бюджете? В райцентре «Веселая» — это Запорожская область. Местные чиновники нашли способ дерибана госсубвенций. Один из руководителей коммунального предприятия решил сам выступить и в качестве заказчика работ, и в качестве подрядчика, да еще и подкинул дополнительный заработок своим коллегам. Все подробности у Сергея Бордюжа. В поселке «Веселая» настоящий тротуарный бум. Плитку кладут не только в центре, но и на окраинах. Работы много, да и зарплата хорошая — до 10 тысяч. В настоящее время по той заработной плате, что мы получаем, в нашем регионе, в принципе, даже в нашем районе, это самая, можно сказать, хорошая платная работа. Евгений укладывает тротуарную плитку, которую производит фирма его отца, Авраменко, по совместительству руководителя одного из местных коммунальных предприятий. И по странному стечению обстоятельств, именно его компания получила право на благоустройство райцентра. Авраменко стал и заказчиком работ, и подрядчиком. Вот его подпись сразу на двух документах. У нас других просто предприятий в веселом, которые могут иметь право пользоваться бюджетными деньгами, нет. Мы получаем тут что-то там, мы не можем хапнуть сразу полмиллиона. А тут мы можем только скупнуть там, 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 для того, чтобы держаться. Свою фирмочку имеет и еще один руководитель коммунального предприятия, директор райводоканала. Она тоже занимается укладкой плитки и тоже получила заказ на благоустройство. Чиновник уверяет, никакой круговой поруки, просто решил подзаработать. Там нет у меня ни кума, ни брата, ни свата. Услышал о том, что нужно такой вид работы выполнить. Ну, я и сориентировался, и воспользовался этим моментом. В сельсовете тоже никаких нарушений в этом не видят. Мол, местные подрядчики обходятся дешевле, да и налоги остаются в районе. А то, что тендер не проводили, говорят, имели полное право. Это необязательное условие, если сумма работ не превышает полтора миллиона гривен. Именно столько и выделились бюджеты на благоустройство. Вы думаете, что тут какие-то есть откаты, никаких откатей тут нет. Тут есть очень экономный подход. А вот наши коллеги-журналисты, которые и обратили внимание на бизнес местных чиновников, считают их доводы неубедительными. Есть еще один интересный факт. Несколько лет назад Авраменко уже привлекался к суду за злоупотребление служебным положением. Опять же, из бюджета он получил деньги на проведение строительных работ, а вот сами работы выполнены не были. Тогда он признал свою вину и заплатил штраф. Теперь уверяет, дело было сфабриковано. Сергей Бордюжа, Игорь Воробинь, подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Студенческий блокпост. Учащиеся заблокировали столичный университет имени Драгоманова. На протест вышли после того, как руководство вуза передало в аренду частной фирме 400 квадратных метров в одном из учебных корпусов. Хотя, по словам бастующих, обещали сделать ремонт и оборудовать площадь института под научно-методический центр. Вот когда студенты узнали, что в их корпусе собираются открыть магазин мебели вместо учебных аудиторий, то и решили заблокировать одно из зданий университета. Никто из проректоров не слышал, пока мы это не захотели. В Римненском облсовете подрались из-за янтаря. Сегодня на сессии депутаты рассматривали вопрос передачи участков по добыче солнечного камня в пользование двум частным компаниям. Находятся они на месторождениях в селах Золотом и Каноничи. Активисты, которые присутствовали в зале, выступили категорически против. Но депутаты все же поставили вопрос на голосование. Первая попытка оказалась провальной. Не хватило одного голоса. Объявили перерыв, но не тут-то было. Активисты заявили, часть депутатов подкуплена. Обвинения прозвучали в адрес свободовцев, скорее всего, из-за того, что один из них, Владимир Валявка, возглавляет профильную экологическую комиссию и лоббировал интересы компаний. В результате произошла потасовка. Подрались замглавы облсовета Алексей Бучинский и один из активистов. В зал заседания вызвали правоохранителей. После перерыва депутаты все же проголосовали за разрешение частникам добывать янтарь. Разборки по богатому. Чрезвычайное происшествие в одном из самых дорогих столичных жилых комплексов. Один из жильцов ворвался в ресторан на первом этаже и открыл стрельбу. Кто и из-за чего пострадал, выяснял Руслан Смещук. Этот ресторан расположен в одном из клубных домов элитного комплекса «Новопечерские липки». 3,5 тысячи долларов за квадрат стартовая цена на жилплощадь, еще когда на месте здания был котлован. Конфликт произошел вечером. В ресторан зашел один из жильцов комплекса и, угрожая пистолетом и ружьем, потребовал позвать управляющего или владельца заведения. Где, блядь, ваш директор, блядь? Кто, блядь, это? Вашу, блядь? Вашу, блядь? Блядь, блядь, я не забыл. И, да, и, блядь, вашу. Моё, Артём, блядь, Лукьянов, блядь. Выяснить, кем именно является Артём Лукьянов нам не удалось, но в какой-то момент мужчина, по данным полиции, 1985 года рождения, совершил несколько выстрелов из травматического пистолета и ранил двух девушек. Причиной конфликта послужила громкая музыка, которая якобы периодически не давала жильцам элитного дома спать. Молодой человек, нецензурно лаялся, неадекватно поводился и высловливал своё незадоволение работой рестораном. И, соответственно, совершил несколько неприцельных пострелов. Двое человек, это женщины, которые отдыхали в ресторане, получили дотиковые огнепальные поранения в ногу и руку, соответственно. По данным одного из столичных изданий, владельцев заведения связывают с прокуратурой. Поэтому регулярные жалобы в полицию о нарушении режима тишины результатов не приносили. В самом заведении от комментариев отказываются, не на камеру сообщают, что ресторан работает в штатном режиме. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Стрелку грозит до семи лет тюрьмы. Руслан Смещук, Сергей Ерёменко. Подробности – телеканал «Интер». Ну а учитывая уровень распространения нелегального оружия по стране, можно предполагать, что подобные истории будут повторяться всё чаще и чаще. Страна действительно практически вооружена до зубов. Последний пример просто поражает. Арсенал тяжёлого вооружения под Киевом в посёлке Процев обнаружили сотрудники столичной прокуратуры. Найденных боеприпасов вполне хватило бы на целую армию. Вот первые кадры прямо с места события, снятые самими сотрудниками прокуратуры. Ракеты для градов, снаряды, мины и даже бронетранспортер были спрятаны в подземном бункере. По словам правоохранителей, пришли на место по наводке, поступила оперативная информация. Содержимое бункера ошеломило даже видавших виды оперативников. Боеприпасы до сих пор изучают и описывают. Устанавливают и владельца земли, где был оборудован этот бункер. Бункер размещено на территории земельной отделки в дачном корпоративе. Кто из владельцев этих бункеров себе облаштовал этот бункер, сейчас становится следственным шляхом. В ходе обшака были залучены фаховцы выбор технической службы, а также кинологи. За предыдущими данными, предметы, которые были даны им на взгляд, они действительно могут быть боевыми. Очередное ДТП с участием полицейских. В центре Днепра патрульное авто сбило пенсионера. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Служебный автомобиль патрульной полиции поворачивал с перекрестка. Двигался на зеленый сигнал. И хотя еще не набрал скорость, затормозить водитель не успел. Пенсионер получил тяжелые травмы, сейчас находится в больнице. По факту ДТП прокуратура открыла уголовное производство. Встановлено на данный момент, что они ехали за скоростью 5 км в годину. То есть это не быстро, но патрульное отстреливание от выполнения обязанностей до закончения следствия. У пострадавшего в поле травмы открыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, позвоночно-спинно-мозговая травма, ушиб спинного мозга, шейного отдела позвоночника, тетроплегия. Пациент в тяжелом состоянии. А Николаевские копы не решились предстать перед законом и объяснить, почему потакали местным мажором. Речь идет о драке, которую в августе в центре города устроили двое мужчин. Несколько патрульных экипажей бездействовали и позволяли избивать людей прямо у себя на глазах. Подробнее наши корреспонденты. Слышь, ты, свой телефон нахуй зашел. Слышь, ты, собрались. Слышь, ты, собрались. Шо я? Шо я? Так все происходило вечером 30 августа. Один из свидетелей, студент Юрфака, выложил видео в сеть. На этих кадрах видно, как дебоширы оскорбляют и бьют прохожих, а полицейские не пресекают их действия и только спустя полчаса задерживают. И то лишь одного нарушителя, второго отпускают. Патрульных, которые в ту ночь бездействовали, позже уволили. Из-за общественного резонанса уголовное дело быстро передали в суд. Сегодня первое заседание. Дебоширы в этот раз прилично одеты и вежливы. Сожалею за то, что так себя вел некорректно, то да, был неправый, вел себя, ну, стыдно за это. Я не был ни выпивший, ни под наркотическими, ничего. Я был просто злой чуть-чуть, потому что там в течение дня было, почему и тут такая ситуация. Нарушителям порядка предъявили обвинения по двум статьям. Хулиганство, содеянное группой лиц, и злостное непобиновение полиции. Обвиняемый Артем Слободянник тот самый человек, который выбивал телефоны из рук студента. Свою вину признал, но частично. Второй подсудимый Геннадий Симов. Не комментирует свое поведение. В деле официально двое потерпевших, девушка патрульная и таксист, машину которого помяли дебоширы. Была вмятина на задней стойке. Да, все выровняли, возместили полностью материальный ущерб. Все, то есть... Кто? Как? Обвиняемый Симов и Слободянник. В отличие от таксиста, который сегодня дал показания, пострадавшая девушка в суд не явилась. Из-за этого рассмотрение дела перенесли на 16 ноября. Олег Решетняк, Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер. Николаев. Медики продолжают бороться за жизнь военного, который получил ранения во время взрыва в воинской части в Кропивницком. Состояние тяжелое. Его до сих пор не удалось стабилизировать. Двух других пострадавших, у них тоже осколочные ранения, перевезли в Винницкий госпиталь. Проходить лечение они будут там. Напомню, взрыв прогремел в понедельник. В одном из корпусов воинской части 3-го полка спецназначения. Там взорвалась ручная граната. Погиб 29-летний военный. Сегодня в воинскую часть приехал министр обороны. Президент Петр Порошенко намерен создать офис еще одного уполномоченного, который будет заниматься реабилитацией пострадавших в зоне АТО. Об этом он заявил на встрече с командой украинских военных, принимавших участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США. Глава государства наградил участников и пообещал, что примет все необходимые меры для того, чтобы они чувствовали поддержку государства. Вы демонстрируете и показываете, что переможное украинское войско на сегодняшний день доводит в настоящий место, что оно является одной из самых сильных армий на континенте. И сегодня мы способны дать отсечь любому агрессору, особенно тому, что на сходе. Албания открывает двери для украинцев. Соглашение об отмене виз подписали министры иностранных дел Украины и Албании. Павел Климкин сейчас с официальным визитом в Тиране. Украинцам и раньше можно было ездить в Албанию без виз, но только сроком до 90 дней. А вот с Канадой Украина стала на шаг ближе к введению зоны свободной торговли. Правительство Канады подало в парламент законопроект для ратификации соглашения. В Министерстве международной торговли страны подчеркнули, настроены как можно скорее этот процесс закончить. Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой подписали в июле во время визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев. До конца года парламенты стран должны завершить ратификацию этого документа. 12 историй из Украины. В Германии открылась выставка, посвященная переселенцам из Крыма и Донбасса. Люди, которые вынуждены были покинуть родной дом, рассказывают немцам свои истории. Из Берлина. Репортаж Татьяны Лагуновой. Центральный вокзал Берлина. Каждый день он принимает более 300 тысяч пассажиров. Сегодня здесь рассказывают о людях, которые вынуждены были уехать не по своей воле. Переселенцы. Историю украинцев из Крыма и Донбасса. Анжелика из Луганска, сад из Евпатории, Елена из Макеевки, Яна из Донецка. Провизор, футболист, юридический консультант и домохозяйка, мать шестерых детей. 12 портретов и 12 личных историй из сотен тысяч похожих. Историю читают такие же домохозяйки, провизоры, юрист-консульты. Эта выставка не для политиков, для обычных людей, которые о событиях в Украине узнают из сухих новостей. Я слышала, что люди в Украине были вынуждены покинуть свои дома, но никогда не думала, что проблема настолько масштабная. Сначала по телевидению очень много говорили об Украине, но потом главной темой стала Сирия. Украине нужно делать больше таких выставок и рассказывать о событиях в стране обычным людям. В Берлине выставка продлится 10 дней, потом отправится дальше. Следующие остановки Рим, Гага, Париж и Брюссель. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Мы продолжаем подробности и вот что узнаете из второй части выпуска. Обогреть теплодар. Как жители городка спасаются от холода и когда появится тепло в их домах? Деньги не пахнут. Ривненский водоканал увяз в финансово-канализационном скандале. На юге Украины замерзает теплодар. Это город в Одесской области. Несмотря на то, что отопительный сезон официально стартовал три недели назад, батареи там до сих пор ледяные. Почему и когда потеплеет в теплодаре? Репортаж Андрея Анастасова. Теплодар. Городок среди степи. Население 10 тысяч человек. Отопление этой осенью здесь еще не давали. Температура в квартирах, больницах и школах не выше 10 градусов. В детских садах на малышах несколько слоев одежды. В кроватях импровизированные грелки. Мы нагреваем, набираем теплые водички детям. И они греются, потому что постель ледяная. До недавнего времени город отапливала частная компания Теплодар Энерго, которую связывают с бывшим мэром. Прошлой зимой, накопив долги граждан, коммерсанты расторгли договор с горсоветом. Новый мэр создал коммунальное предприятие ТЭЦ-2. Ему нафтогаз топлива не дает. Там требуют, чтобы коммунальщики взяли на себя долг предшественников за израсходованный газ. А это почти 4 миллиона гривен. Ссылаются на специальную статью в законе. Она говорит о том, что в случае, если изменяется исполнитель услуг, новый исполнитель является правоприемником старого. Ни на какие уступки столичные чиновники не идут, а частники умывают руки. Ни тех, ни других особо не беспокоят, что если ударят морозы, вода в трубах и батареях может замерзнуть, и тогда здесь повторится Алчевская катастрофа. Сегодня в городе Теплодар тепло действительно как какой-то особый дар. Служба по чрезвычайным ситуациям развернула даже на улицах вот такие специальные палатки. Здесь можно получить горячий чай и согреться. Приходят в основном школьники. Сейчас у них каникулы, а дома слишком холодно. Дома очень холодно. Вот не ищем на улице. Вот именно. Дома аж пар сольта идет. А что вам известно, почему вот такая ситуация? Депутаты жила бы. Местные депутаты все же за проблему взялись. Сегодня на внеочередной сессии городской голова убеждал. Нужно взять на себя долги частников. Дескать, так добьемся подачи тепла, а потом оспорим все в суде. Выход вроде бы и найден, но не всем депутатам и жителям по душе. Целое лето. Что вы делаете? А почему я должна платить за кого-то? В итоге за спорное решение все-таки проголосовали. Долг коммерсантов размером почти в четверть городского бюджета переходит к коммунальному предприятию. Правда, с реструктуризацией на пять лет. Договор с «Нафтогазом» могут подписать уже в понедельник. А тепло появится в среду или четверг. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер», Одесская область. Скандальный тендер Ривненского водоканала будет расследовать прокуратура. Коммунальщики должны были закупить оборудование и объявили конкурс. Участие в нем приняли 10 компаний. Чьи услуги заинтересовали коммунальщиков больше всех? И почему теперь этим занялись правоохранители? Знает Инна Белецкая. Ривненский облводоканал. Его услуги одни из самых дорогих в Украине. Покупают здесь тоже только дорогое и качественное. Не так давно провели тендер на приобретение канализационных задвижек. Из десятка компаний выбрали ту, которая продавала самое дорогостоящее оборудование. И отказали той, которая могла поставить его по цене в три раза дешевле. Главный инженер водоканала объясняет, остальные предлагали не то. Мы заказывали определенного типа засуга. Те засуги специфичные. Те засуги, которые пропонуются на воде, их не можно ставить на анализацию. Задвижки, которые купили за 820 тысяч гривен, уберегут город от экологической катастрофы, говорит главный инженер. Мол, старые износились и канализационные стоки могут попасть в реку. Но на фото, которое нам показывают, изношенными они не выглядят. И выпущены только в 2012-м. Выходит, их недавно меняли. Вопрос ставит главного инженера в тупик. Вопрос в том, что у нас стоит. Ну, пришла и... Ну, приблизительно. Ну, 2-3, будем говорить. В 2-3, будем говорить. Да, и она пришла, и она пришла без гарантии, будем говорить. И есть проблема. И мы заранавчены. Хотя прозорно и это заранавчено. Теперь с тонкостями покупки канализационных задвижек и особенностями коммунальных тендеров будут разбираться правоохранители. В прокуратуре города открыли уголовное производство. По статье о злоупотреблении в служебном положении. Под час электронной процедуры закупивали службовыми особами коммунального предприятия Ривня обл. Водоканал было принято одно из наивысших пропозиций. При этом мы не обрунтованы, отхилены пропозиции и других участников, которые были значительно нищими и были бы больше выгодными для водоканала. С директором фирмы, которая выиграла тендер, мы связались по телефону. Тот рассказал, компания молодая, зарегистрирована только в июле. А то, что смогла выиграть тендер, объяснил простым везением. Интересно, что по адресу регистрации вместо офиса или склада обычная котельная. Увидеть новый офис в центре города нам так и не удалось. Установят ли новые оборудования, оправдаются ли потраченные деньги или через пару лет придется опять вкладывать несколько сотен тысяч. Большой вопрос. В результаты другого, куда более скандального тендера отменил антимонопольный комитет Украины по дно углублению в порту Южный. Тендер почти на 1 миллиард гривен для реконструкции морского подходного канала в порту организовали в феврале 2016 года. И выбрали победителя. Но другая компания пожаловалась, что заказчик нарушил условия тендерных процедур. А МКУ удовлетворил жалобу. Теперь подрядчика выберут через систему государственных закупок Прозора. Первым о возможных махинациях вокруг тендера в порту Южный заявил народный депутат Сергей Лещенко. Он сообщал о том, что к ним причастен народный депутат от Народного фронта. Переможцы визнали компанию, которая называется Ян Денул Украина. Это сначала была дочерняя компания бельгийского предприятия, но уже когда тендер начался, то раптом 55% то есть контрольный пакет этой украинской компании купили два офшора из Кипра, а директором этой компании, украинской, стал помечник народного депутата от Народного фронта Сергея Фаермарка. Это прекрасная история про коррупцию на высшем уровне, которую удалось остановить только с суспильным разголосом. Отбывалось заседание антимонопольного комитета, на котором они скасовали этот тендер и теперь он действительно должен отбиться за системой прозора, уже за новой прозорой, скажем, процедурой. Директора киевского речпорта Сергея Бойко накануне вечером избили во дворе его дома. По словам пострадавшего, несколько неизвестных набросились на него сбитыми. Подошли сзади и ударили по голове. И даже после того, как он упал, продолжали избивать. Спасла соседка, которая увидела происходящее с балкона и вызвала полицию. Бойко утверждает, это не случайность, ограбить его не пытались и связывает нападение с деятельностью так называемой песчаной мафии. Киевский речковый порт – это легальный производитель песка в Киеве и Киевской области. Асоциации нелегальные, площадки, на которых добывают песок, они объединились в асоциацию каких-то песчанок, которых закрывают. Они постоянно думают, что это Киевский речковый порт закрывает. Их не считают, что Киевский речковый порт причастен к тому, что у них уменьшились потоки. Комментировать инцидент в полиции отказались. Сослались на информацию на сайте. Там указано, по факту открыто дело, нанесение умышленных тяжких телесных повреждений. Нападавшим грозит до 8 лет тюрьмы, преступников разыскивают. В Черкассах активисты Азова, Автомайдана и самообороны ворвались в здание областной полиции. Полицейские им не мешали и пропустили митингующих внутрь. На акцию активисты собрались, чтобы выразить протест против назначения нового начальника главка. Сегодня Валерия Лютова должны были представить подчиненных. В Турции заблокирован доступ к популярнейшим онлайн-сервисам. Твиттер, Фейсбук и Ватсап стали недоступными после ареста 11 депутатов из основной парламентской прокурдской силы Демократической партии народов. Среди них два сопредседателя партии. Государственное новостное агентство сообщило, что задержания прошли в рамках антитеррористического расследования. Политиков могут обвинить в пропаганде идей, запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Аресты вызвали волну протестов. В Анкаре и Стамбуле дошло даже до столкновений с полицией. Митингующих разогнали слезоточивым газом. Также спустя несколько часов после задержания прогремел взрыв в городе Диякбакыр. Там живут преимущественно курды. Четыре человека погибли, около сотни получили ранения. Бомба взорвалась в машине, начиненной взрывчаткой. В Европейском Союзе уже осудили арест курдских депутатов, назвав его подрывом основ демократии. Гонка набирает обороты. В Соединенных Штатах, где до выборов осталось всего четыре дня, рейтинги обоих кандидатов, что Трампа, что Хиллари, сейчас практически сравнялись. Какие заявления они делают, чтобы переломить ситуацию, слышал Дмитрий Анопченко. Убедить тех, кто до сих пор сомневается, задача непростая. Именно поэтому сейчас, во время последних, теперь уже предвыборных выступлений, обоих кандидатов каждый месседж рассчитан вовсе не на сторонников, они-то и так поддержат, а на тех, кто еще не сделал свой выбор, чтобы получить их голоса. Трамп, заявления которого всегда были резкими и радикальными, сейчас старается выглядеть сдержаннее. Пообещал, не собирается свергать режимы. Мол, когда его изберут, Штаты просто перестанут вмешиваться в дела других стран. Мы будем применять военную силу только в тех случаях, когда это жизненно необходимо для национальной безопасности США. Мы прекратим попытки заниматься построением демократии за пределами страны. Клинтон, чтобы переломить ситуацию, впервые привлекла к гонке своего бывшего соперника, Берни Сандерса. Отношения между ними были, мягко говоря, натянутыми, но без голосов его сторонников никак не обойтись. И те, кто так критиковали друг друга, на сцене теперь бок о бок и даже поцеловались. Это честь для меня представить вам следующего президента Америки, Хиллари Клинтон. После такого представления от этого удивительного мужчины чувствую, что воспряло духом, и буду готова пережить эти пять дней. Победить Трампа просто не дадут, уверен основатель Викиликс Джулиан Ассанж. Человек, ресурс которого публикует практически каждый день тысячи имейлов из перехваченной переписки главы ее избирательного штаба, теперь сказал прессе, он располагает новой информацией о том, что якобы вокруг кандидата от демократов сплотились и бизнесмены, и представители банков, и представители разведки, и военно-промышленного комплекса. И все для того, чтобы не дать республиканцу победить. Но в штабе самого Трампа настроены оптимистично. И вслед за Клинтон, команда которой уже заказала салют по поводу своей победы, объявили о том, что уже сейчас готовят прием по случаю победы Трампа. Частично эти победные планы рассчитаны на избирателей, чтобы поднять боевой дух, но правда и в том, что в обоих штабах пока тоже точно не знают, кому из них придется праздновать, а кому в последнюю минуту отменять все приготовления. Без Вашингтона. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Брекзит состоится по плану. Британский премьер заверила европейских лидеров, что процедуру отделения от ЕС запустят до марта следующего года. Вчера Высокий суд Великобритании постановил, что без одобрения парламента правительство не имеет права вводить в действие 50-ю статью Лиссабонского договора, которая запускает выход из Евросоюза. Но в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии, Джан-Клодом Юнкером и канцлером Германии Ангелой Меркель, Тереза Мэй заявила об уверенности, что ее правительство выиграет апелляцию на решение суда. Рассмотрят ее уже в начале декабря. Где появится первая в мире пластиковая дорога? И что исследует летающая мини-лаборатория в небе над Польшей? Об этих и других новостях далее в обзоре. Первая в мире пластиковая дорога появится в Нидерландах. Покрытие выдержит такую же нагрузку, как и асфальт, но при этом его практически не нужно ремонтировать. Такие дороги будут производить из переработанного пластика и в случае каких-либо повреждений отправят на повторную переплавку. Собирать станут как пазл или конструктор из отдельных модулей, а внутри предусмотрят место для различных коммуникаций. Первая пластиковая трасса появится в Нидерландах уже к концу 2017 года. Летающая лаборатория дрон под таким названием соорудили польские инженеры. Он будет следить за выбросами в окружающую среду и способен фиксировать даже малейшие вредные вещества в воздухе при любой погоде. Сейчас беспилотник проходит тестирование в одном из самых загрязненных воевод с Польши – Катовице. Единственное, над чем еще хотят поработать инженеры, так это над уменьшением его размеров. Новую станцию на орбите Луны планируют построить НАСА. Возводить ее будут при помощи космических кораблей «Ориан» и сверхтяжелых ракет-носителей «Спейс Лаунж Систем». Такой объект НАСА рассматривает в качестве тестового полигона для изучения возможностей будущего полета на Марс. Строительство орбитальной станции планируют на 2023 год, но уже сейчас проект обсуждают в штаб-квартире аэрокосмического агентства эксперты из США, России, Европы, Японии и Канады. Серебряный серфер на улицах Нью-Йорка. Молодой парень решил удивить жителей мегаполиса в дни празднования Хэллоуина не только костюмом. Он оснастил свою доску для серфинга колесами и рассекал на ней по улицам города, как на скейте. Все его тело было раскрашено в стиле героя популярного комикса «Серебряный серфер». Необычный заезд снимали на видео не только прохожие, но и полицейские, которых ничуть не смутило, что парень носится по дорогам среди машин. Лучшее пиво мира выбирают в Бельгии. В Брюссель съехались десятки экспертов более чем из 30 стран мира. В течение трех дней они продегустируют 1250 сортов пенного напитка. В конкурсе принимают участие 400 пивзаводов из разных стран Европы, а также США и Канады. Название лучшего пива объявят уже в воскресенье. Эпатажная Мадонна снова отличилась. Певица пришла на веселе на одну из фотовыставок в Лондоне. В руках у нее был бокал с вином. Возле своего портрета Мадонна улеглась на пол и задрала ногу. В таком виде она позировала перед камерами посетителей выставки. 58-летняя певица не впервые шокирует своих поклонников. Весной этого года на концерте в Мельбурне она каталась по сцене на трехколесном велосипеде с бутылкой спиртного. Самый завидный жених Европы влюбился по уши. Британский принц Гарри снова не свободен и, похоже, абсолютно счастлив. Позабыл о королевских обязанностях и закрылся в доме возлюбленной. Кто она, избранница принца, знает наш лондонский корреспондент Оксана Кундеренко. Фанатки рыдают, пресса беснуется. Сердце принца Гарри больше не свободно. Слухи о романе главного холостяка королевства ходят настолько убедительные, что даже букмекеры принимают ставки, что он рассекретит свои отношения уже до Рождества. А началось все полгода назад на играх для ветеранов в Канаде. Там Гарри и познакомился с американкой Меган Маркл, очаровательной брюнеткой, актрисой, звездой сериала «Форс-мажоры». На экране она страстная и коварная. В жизни весьма похожа на Гарри. Любит йогу, в своем блоге пропагандирует здоровый образ жизни, помогает детям в Руанде, выступает за права женщин в ООН. Женщины по всей Америке борются с грязными кастрюлями и сковородками. Да, мальчики из моего класса всегда говорили, вот где ваше место, женщины, на кухне. Сначала у Меган на запястье заметили такие же браслеты, как носит принц. Затем она стала появляться в Британии, в тех же местах, где бывал Гарри, на теннисном турнире у Имблдони и даже дома у принца в Кенсингтонском дворце, где, скорее всего, было сделано это фото. В королевские покои ее пустили, но вот незадача. С историей королевства у дамочки не очень. Какое животное представляет Англию? Я что, должна это знать? Ты же тоже не знаешь, да? Извините, я у оператора спросила. Это лев! Критики негодуют. Меган 35, на три года старше Гарри. Она была замужем, развелась и даже во время знакомства с принцем встречалась с другим. Он же, напротив, свободен вот уже два с половиной года и давно говорит о желании создать семью. Иногда ты думаешь, что вот пришло время остепениться, создать семью. Но такие вещи нельзя форсировать. Все случается в нужное время. Конечно, мне бы очень хотелось прямо сейчас завести детей, но есть определенный процесс, который этому предшествует. Меган еще не знакома с королевой Елизаветой, но была представлена отцу Гарри, принцу Чарльзу. А Уильям и Кейт так вообще души не чают в избраннице брата, который, по слухам, счастлив как никогда. Прямо сейчас Гарри не у себя дома. Здесь, в Кенсингтонском дворце. А в Канаде гостит у любимой. Рядом с ее резиденцией заметили черные авто с охраной, которые прибыли из аэропорта. Парочка сходила на вечеринку, но больше времени проводит за закрытой дверью в уединении. Похоже, все серьезно. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Вот вы узнали самые главные, самые интересные новости этого дня. Сейчас в нашем информационном вечере небольшой перерыв, но уже через несколько минут мы с вами встречаемся в ток-шоу «Черное зеркало». Не забудьте и не пропустите. Субтитры подогнали Симон.